В самый короткий вследовой день в году, 22 декабря, «Энергетика России» отмечает свой профессиональный праздник. Этот день посвящен миллионам людей, несущих ежедневно в дома граждан страны свет и тепло. Накануне праздника окружных энергетиков поздравили представители исполнительной и законодательной власти города и округа, а вручили благодарственные письма. Подробности далее. Современную жизнь трудно представить без электроэнергии. Этими словами начинался едва ли не каждый приветственный адрес. Накануне профессионального праздника чествовали окружных энергетиков. Хотелось бы пожелать вам благополучия семьи и профессиональных успехов. Датой создания электростанции в Нарьинмаре принято считать май 1959 года. По решению сполкома городского совета была создана дизельная электростанция коммунального хозяйства. Введен первый дизельный генератор мощностью 410 киловатт. За почти 60 лет существования организации удалось достигнуть многого. Сейчас мощность электростанции достигает более 38 мегаватт. Суммарная протяженность сетей более 343 километров. На обслуживании предприятия находятся 112 трансформаторных подстанций. Основная цель, которую я еще раз повторюсь, это надежность. То есть вся работа на это настроена. Самый главный показатель для нас это надежное электростанавливание, статистика которой является именно отключение потребителей. В последние где-то лет уже 5 есть тенденция снижения количества именно аварийных отключений. 14 работников Наринмарской электростанции были отмечены благодарственными письмами и грамотами за многолетний добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в развитие предприятия. А развитие предприятия происходит на их глазах. Я когда пришел, было действительно турбины старые. Здесь был вот на улице отвал, так сказать, изоляционный, чтобы шум на старую пятую школу не влиял. Сейчас уже новое оборудование, новые турбины, уже качественно лучше. Подразделение Владимира Шутковского отвечает за сети города и поселка искателей. В их задачу в том числе входит быстрое реагирование на экстренное отключение света. И если раньше, чтобы определить источник проблемы, приходилось ждать звонков от горожан, мол, столб упал, то сейчас автоматика сама определяет место и причину проблемы. Именно на то, чтобы определить, если отключение произошло здесь, на главном распределении устройств, то у нас начальник смены практически определяет сразу же, что где отключилось. И, соответственно, направляет аварийную бригаду в тот район. Самое сложное – это поиск повреждения. Устранять его, может, это дело второстепенное. В среднем на реагируем, ну, не больше, часто. Алексей Асташов начинал электромонтером-верхолазом. Сейчас он начальник производственно-технического отдела. Говорит, профессия интересная, но, как в любом производстве, надо быть аккуратным. Особенно в работе с электричеством. Да, это опасно, но существуют нормативные документы, в том числе, которые позволяют обезопасить персонал и нас от того, чтобы не поражало током. А в конце торжественного собрания директор предприятия по традиции поздравил победителей конкурса детского рисунка, приуроченного ко Дню энергетики, и вручил родителям маленькие призы. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.